Застольная песня За здравную щару до края нальем Застольную песню играя споем Любой нам подтянет, любой подпоет И песня словно чарка по кругу пойдет Застольная песня звучит веселей Сегодня мы вместе средь милых друзей И говор веселый звучит в круг стола И лица так сияют и радость вновь Спасибо большое, спасибо большое Хочу представить нашу гость Это Елена Юрикова, солиста хора Бельканто Доброе утро Также у нас есть другие гости, которые несомненно Нас тоже порадуют своим пением Татьяна Русинова, доброе утро И Герман Шахраманян, заслуженный работник Культуры РФ, создатель хора Бельканто И женского учительского хора Доброе утро Доброе утро всем Итак, почему же мы сегодня здесь собрались Красноярскому Дому Просвещения Исполняется 105 лет Вот такой вот большой юбилей И вы его, несомненно, будете праздновать Да, конечно Да, конечно Скажите, пожалуйста У вас в хорах поют Только представители учительства Правильно я понимаю? Ну, в основном Преподаватели В основном Что их на это подталкивает? Почему? Вот день отработали Много нервов потратили в своих учебных заведениях Школьники вымотали, понимаете ли, все здоровье моральное И после этого они еще приходят петь Вот поэтому они и приходят петь Чтобы восстановить все это, правильно? Да, это их увлечение, хобби Они любят это дело очень А приходят уже с какими-то данными? Потому что мы сейчас слышали Лену Это просто вот в опернотеатр Я прихожу и примерно такого же уровня выступления Согласен с вами Приходят с данными? Или вы как-то обучаете, можете, с нуля даже? Ну, с такими данными, как вот у Лены и у Татьяны К сожалению, редко приходят Даже очень редко В основном со средними данными Ну, я стараюсь брать многих Не всех, конечно, но многих беру Главное для меня, главное, это не столько голос, сколько музыкальное образование Хоть небольшое совсем То есть в школе кто-то, все обучались у вас? Все дамы, которые поют, они все обучались где-то в музыкальных школах? Ну, процентов в 90 А скажите, преподавателями каких предметов вы являетесь? Ну, у меня вообще музыкальное образование То есть я по образованию пианистка Я закончила нашу Красноярскую академию музыки и театра Сейчас она называется Сибирский государственный институт Имени Дмитрия Александровича Хворостовского Вот, и вокалом я не занималась И вот очень захотелось этим заняться И поэтому я пришла в хор Германа Арамовича А в школе ведете какой предмет? Или вы не в школе преподаете? Ну, я работаю в колледже педагогическом То есть я как концертмейстер работаю Ну, то есть связь по профессии А вы, Татьяна? Ну, я, собственно, как раз в те 10% попала к любви из музыкального образования И, по сути, я даже не знала нас, когда пришла к Герману Арамовичу И музыкальной школы у меня нет Но очень люблю петь, сколько я себя помню, я всегда пела Ну и да, они как нам сказали Ну, мы еще это узнаем Буквально через несколько минут Татьяна тоже для нас поет песни А какой предмет вы ведете? Я психолог То есть вообще уже дальше А не пытались как-то поменять сейчас профессию и уйти уже в музыку? Нет, я думаю, что это останется моим хобби Таким хорошим Я с наслаждением это делаю Но вот есть же много различных конкурсов, которые проводятся Среди исполнителей И профессиональные, и непрофессиональные конкурсы Есть желание поучаствовать в таких или нет? Ну, сейчас уже нет Ну, вот как-то это больше, правда, для души Нежели для какого-то статуса Или как-то вот Хочется петь для людей А не для какого-то рейтинга, что ли Герман Арамович, расскажите просто Как человек, вокруг которого много таких вот творческих учителей Как им помогает это в учебе? Помогает как-то, может быть, лучшее настроение, мы уже сказали, да? Как-то может быть в общении с детьми Может быть, про математику, таблицу умножения Выходит преподаватель, поет и все лучше ее усваивает Я конкретно не знаю, как им помогает это в работе Думаю, что помогает как-то Знаете, вот они же все учителя Они привыкли направлять и командовать своими учениками А тут им приходится подчиняться вам Как удается переломить? Как вы правильно заметили? Потому что они пытаются мной иногда управлять и командовать Пытаются все-таки, да? Да, бывает такое, бывает Но вы не поддаетесь? Ну, а как мне быть? Я все-таки руководитель большого коллектива Одного, второго, у меня два коллектива Положение обязывает? Конечно Скажите, ну вот давайте уже перейдем, наверное, к 105-летию Дома просвещения А что намечается на этом празднике? Я знаю, кстати, что само здание уже 5 лет находится на ремонте Да, к сожалению, да Вот мы ждем, не дождемся, когда это закончится Там, по-моему, еще не начиналось толком Но, во всяком случае, обещают, что скоро проведут порядок И мы перейдем заниматься туда Итак, юбилей, что будете делать на нем? И где отмечают раздание на ремонте? Недавно провели концерт хором Бельканта в Зеленогорске Который прошел очень успешно, этот концерт Сегодня будет у Дома Учителя, прямо у здания Дома Учителя Так называемый флешмоб А потом сотрудники Дома Учителя соберутся и вместе будут отмечать Мы собираемся тоже концерт с женским хором очень скоро провести Посвященному 105-летию и в Зеленогорске, и в Красноярске Ориентировочно на 4 марта назначен концерт в Доме офицеров У нас А почему Зеленогорск, помимо Красноярска, никакой другой город? Там, знаете, как-то нас любят и часто приглашают нас туда Ага, такие же связи профессиональные Здорово, привет Зеленогорск Про флешмоб, что-то Ну флешмоб это мероприятие, которое собирает абсолютно незнакомых людей В одном месте, они что-то делают одинаково У вас что за флешмоб? Что вы будете там делать? Флешмоб мы будем у Дома Учителя с улыбками встречать людей Говорить о том, что у нас вот такой юбилей хороший Флаги, транспаранты, улыбки Демонстрация Демонстрация, да-да-да Хочем достаточно, спасибо большое А сейчас давайте насладимся Не можем вас просто так отпустить Пением Татьяны Русиновой тоже А мы ее пока оставим в городе в одиночестве А снег идет, а снег идет И все вокруг чего-то ждет Под этот снег, под тихий снег Хочу сказать при всех Мы самый главный человек Взгляни со мной на этот снег Он чистка кто, о чем молчу О чем сказать хочу Кто мне любовь мою принес Наверно добрый Дед Мороз Когда в окно с тобой смотрю Я снег благодарю А снег идет, а снег идет И все мерцает и плывет За то, что ты в моей судьбе Спасибо, снег тебе А снег идет, а снег идет И все мерцает и плывет За то, что ты в моей судьбе Что ты в моей судьбе Спасибо, снег тебе Спасибо большое, Татьяна Напоминаю, что сегодня радовали своими голосами и песнями Непрофессиональные, хотя профессиональные певцы Но это не является основным родом их деятельности Это преподаватель И вот Татьяна Русинова Преподаватель психологии И колистка женского хора Спасибо вам большое Хорошего дня Ну а мы ненадолго прервемся На блок полезной информации Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому